Приветствую вас! Вопрос выдается анонимно, вот, описывается ситуация, в которой женщина со своим мужем живет вместе со свекровью, у нее есть ребенок, которому год, вот, и, соответственно, описывается ситуация, в которой мать мужа, ее свекровь, очень навязчива по описанию автора, вопроса ведет себя с ребенком, то есть, она не раз делала над владельцем манипуляции, не спросив моего разрешения, выхватывала с рук, уходила с ним, когда он плакал, постоянно прибегала с вопросом, почему он плачет, и со временем этот вопрос начал сводить меня с ума, пишет автор вопроса. После выхватывания ребенка и моего требования мне его отдать, я свекровь развернулась и ушла, сказав нам с мужем, ну раз, и хотите, делайте все сами. Далее, после определенного периода, когда она поняла, что мы без нее справимся, снова начала навязываться, то, что ее просили по квартире химию и медицинскую брать, чтобы ребенок не нашел, отказывалась, говорила, мне негде поставить, а к ребенку подходила с листью и сисюканем. У меня, как у матери, сложилось впечатление, что ее любовь к внуку на словах, но на нее у меня образовалась реакция, я ее присутствие не переношу. Ребенка, когда она подходит, хочется забрать ее, киснем подальше, не переношу ее совсем. Когда последний раз пыталась верить, что с ребенком нужно общаться без сисюканья, это не значит, что без лоски, снова были скандалы, и ее я вырастила, детей, мне лучше знать. Когда мы с ее семьей заболели, нас вяческо на себя перетягивало внимание, впрочем, как обычно, у нее такой типаж, только она никого больше. За ребенка даже вопрос, не было, что он болеет, и мы с мужем. Вопрос вот в чем, не могу позволить ей общаться с ребенком, не могу через себя переступить, да и не хочу, чтобы ребенок наимно любил бабочку, которая его будет использовать, переманивать и пытаться заменить мать. Понимаю, что поступает для мужа нехорошо, и вообще по человеческим законам нехорошо, но за год жизни с ней, так как я не увидела желание сделать хорошо или комфортно для ребенка, а посисюкать каждый из речи не найдется, мне нужно понять, имею ли я право так решать. А ныне, я думаю, что вы имеете право решать вообще все, что угодно, поскольку ребенок ваш, и как бы вы воспитываете его так или иначе в традициях своих ценностей, которые у вас есть, какими бы они ни были. Вот, и вы право поступать так, как угодно, если особенно речь идет про защиту вашего ребенка, например. Честно говоря, я вот не очень уверен в том, что скажи мы, что поступаете вы неверные, вы бы, ну, как бы сказать, согласились бы с этим, да, и просто, как бы, ну, ладно, психологи сказали, что я поступаю неверно, ну, значит, я буду поступать по-другому. Это было бы странно, и, на мой взгляд, достаточно, ну, не знаю, может быть, слово молодучно вам не очень понравится, но мне кажется, оно наиболее, наиболее здесь подходит. Потому что только вы мама, и только вы можете решать, как бы, что для ребенка лучше, пока, по крайней мере, он маленький. Другой момент, вот в чем. Дело в том, что бабушка все равно останется. Она его бабушка, как бы там ни было. И другой бабушки у него, суть по всему, не будет. Поэтому, мне кажется, что, так или иначе, они будут с ним, с ним пересекаться. Когда он станет старше, он будет с ним общаться. Когда он станет старше, бабушка будет легче, как вы говорите, его переманить. Потому что она будет просто давать ему то, что вы будете ему запрещать. А живя с бабочкой в одном, ну, в одной квартире, вы не сможете этого никак избежать. У нее будет больше рычагов на то, что вы, как бы, настраиваете своего ребенка против нее. Ребенку, ребенку, там, трех лет, четырех, пяти, шести, семи, восьми и так далее, легче поверить человеку, который дает ему все, что хочет, ребенок. И он такому человеку будет стремиться. И, лишая его общения с бабочкой, таким образом, каким вы это делаете сейчас, вы, мне кажется, просто в будущем обрекаете своего ребенка на еще большую зависимость от бабочки. Потому что он будет видеть, что вы против, против, запретный плод сладок. Бабочка, соответственно, будет предлагать некие блага. И все. Дело решено. Поэтому, мне кажется, что в данном случае вы проявляете, ну, скажем так, некоторую недальновидность и слабость. Конечно, это актуально, прежде всего, если вы будете и дальше продолжать жить со своей кровью. Следующий момент. Мне показалось, что вы ревнуете. Мне показалось, что вы ревнуете, мне показалось, что вы чувствуете себя не очень хорошей матерью. Мне показалось, что вот вся эта история, которую вы описывали, да, в своем вопросе, вся эта история про то, что, что вот вообще-то вы боитесь, что, как бы, ну, что бабочка будет более лучшей матерью, просто вы говорите, что она пытается заменить матерью. Так вот, вам бы здесь с уверенностью в себе, мне кажется, поработать, вот, вам бы здесь, мне кажется, с позицией своей поработать, с личными границами, с самоотменкой, вот, может быть, с ценностями и так далее, потому что, ну, воспринимать свекровь человека, который по сути находится сейчас в самом невыгодном положении, так как она, по сути, одна и кроме, кроме вас и, собственно, внука у нее никого нет больше и жизни своей у нее тоже, я так понял, нет, вот, хоть воспринимать такого человека всерьез, мягко говоря, странно, для уверенного в себе, для уверенной в себе личности это странно, поэтому это вопрос вашей самооценки, это вопрос того, что свою кровь, по вашему мнению, угрожает вам как матери, вот. И дело здесь совершенно не в том, что она не сделала ничего хорошего или не сделала ничего плохого, вот, потому что, ну, каждый умеет любить, любить так, как он умеет, каждый любит так, как он умеет, люди не могут любить так, как, вот, ну, как нужно, да, любовь это такая штука, поэтому, да, может быть, она любит вашего внука, но может проявить любовь только так, и все, вот. То есть я повторюсь, у меня ощущение, что вы с ней конкурируете, и по большому счету конкурируя с ней, вы не очень сильно отличаетесь от нее, то есть она ведет себя, как ребенок, вы ведете себя, как ребенок, вот, с той лишь разницей, что у вас правильно ребенку больше, но, как бы, это ничего не меняет, поэтому мне кажется, что, решая сейчас, что бы ребенок не общался с ней, с ней, с ней, с ней, с ней, с ней, во-первых, это как-то, ну, мало реально, мне представляется, когда вы живете на одной жилплощади, вот, второе, решая, эээ, принимать такое решение из, не возможности ее приносить, из некой такой, ревности и так далее, но вы не делаете хорошо не себе, не ребенку, не ей, Потому что это, по большому счёту, использование ребёнка как аргумент. То есть вы говорите, что она... Вы прямо об этом не говорили, но косвенно получается, что свигровь использовала ребёнка для манипуляции вас. И вы тоже самое делаете, вы тоже манипулируете ребёнком для того, чтобы самоотвердиться. Мне кажется, что ребёнок этого не заслуживает, как минимум. Мне кажется, что ребёнок всё-таки не должен служить в руках, не должен служить амбициям. А у вас это самое амбиции, амбиции есть. Вот это неплохо, что вы хотите быть хорошей матерью, но таким образом лучше матерью вам не стать. Вот, поэтому тут именно вот работал с уверенностью в себе, в своей позиции, как я уже, в принципе, вам сказал. Вот, и вот когда всё это будет сделано, когда и если, тогда вы уже сможете решить. Будучи более уверенным в себе, я по-прежнему хочу, чтобы мой ребёнок не общался с бабочкой. Если да, окей, это ваше право. Если это ваше решение, окей, пусть будет. Пусть это будет вашим решением в таком случае. Никто вам, в принципе, мне кажется, не сможет сказать слова здесь. Но вся разница в том, что хотелось бы, чтобы вы данное решение принимали всё-таки, ну, находясь... так скажем, в ресурсы, вот, если можно так, ну, если можно так выразиться, вот. Хотелось бы, чтобы вы принимали это решение, ну, как бы, из уверенности в себя, понимаете? Чтобы это, вот, ну, было вашей позицией, а не, так сказать, некой такой, ну, реакцией, что ли, на какую-то, на какую-то ситуацию, да? Пускай негативную, пускай болезненную, да, вот, там, совершенно несправедливую, нечестную, вот, и так далее, как бы. То есть, тут, мне кажется, вот, наверное, такой аспект уместнее затронуть. Вот. А в целом, повторюсь, вы вольны действовать и поступать так, как вам хочется. Просто будучи взрослой и будучи ответственным за своего ребёнка, вам нужно исходить из ответственности, а не из того, чтобы просто быть слугой своей ревности, как сейчас. Вот. Понимаете? То есть, одно дело, если вы совершенно, как бы, ну, совершенно свободно или совершенно спокойно говорите, что, ну, свой кровь, например, да, ведёт себя, там, совершенно не лучшим образом, я считаю её поведением, там, неприемлемым. Вот. Окей. Всё. Без проблем. Но в этом случае вас не будет это задевать, в этом случае у вас не будет такого ощущения, что вы не можете её переносить. Потому что это чувство негативное. Вот. И мне кажется, что действовать из этих чувств несправедливо для вас и несправедливо для ребёнка. Вот. Для вас это несправедливо, в том числе по той простой причине, что, ну, условно говоря, как бабочка, как бабочка, действует из, там, чувств страха, из, там, не знаю, одиночества и так далее, как бабочка, вот из этих чувств не самых, давайте, ну, давайте будем честны, да, не самые, там, лучшие чувства. Вот. Так и вы тоже действуете в данном случае не из самых лучших чувств. Вот. И в чём же разница тогда? В чём разница? Чем вы в таком случае отличаетесь от бабочки? Вот. Знаете, какая ошибка? И вы ребёнку просто, вот, ну, не сможете донести эту историю, почему? Мам, почему я не могу общаться с бабочкой? Потому что она дискредитирует меня как мать. Скажете, получается, в таком случае вы ему, и будет ли это адекватно? Вот вы сами как считаете, будет ли такая позиция адекватна? Вот. Вот и всё. Я думаю. А решать вы можете всё, что угодно. Против, мне кажется, что, может быть, вы не осознаёте, сколь много у вас, эм, эм, так скажем, власта, сколь много у вас возможностей, сколь много, сколь много у вас, эм, как бы, ну, рычагов, так скажем, управления. Вот. А их много. Но то, что вы в себе не уверены, возможно, не даёт вам это почувствовать. То, что вы конкурируете с этим кровью, не даёт вам это увидеть. Вот. Задача в том, чтобы помочь вам обратить внимание на данный аспект и учитывать его. То есть, иными словами, поступать как взрослый. А вы даже по факту сомневаетесь, имеете ли вы право так и так решать. Вы имеете право решать что угодно. Вам для этого не нужно решение. Ой, разрешение. Вам для этого не нужно разрешение. Тот факт, чего вы его спрашиваете, говорит о том, что вы не уверены в себя. Вот. И разрешение спрашивает, как правило, человек, находящийся в позиции ребёнка. Вот получается, что вы ведёте себя как ребёнок, который борется с родителем. И у вас есть ребёнок. Ну, как бы и... Что ребёнок в такой ситуации получит. Да? Дальше. Последнее. На что хочу обратить ваше внимание. Вы говорите про споры, вы говорите про скандалы, которые, ну, вот у вас с мамой, вашего мужа возникают. И у меня к вам, пожалуй, будет такой вопрос. Собственно, а во всём этом муж где? Как-то, на мой взгляд, немного странно получается, что мама его, а вопрос решаете с ней вы. Вот. То есть, ну, не кажется ли вам это несколько странно? Вот. Мне, мне думается, мне думается, что всё, что касается ну, в известных пределах, конечно, но всё, что касается родственников человека. Доден решает там человек. Со своей мамой, Доден отговаривает муж, а не вы. и вы. Потому что вы ей, ну, может быть, и не чужой человек, да? То есть, может быть, как бы, ну, неправильно говорить, что чужой человек. Вы. Но всё же восприятие это вас, оно не такое, как бы, оно другое. Оно не так может быть выражено, как, допустим, у неё с своим сыном. А сын почему-то молчит, почему-то ничего не говорит. Вот. И это как минимум странно. Вот. Поэтому возникает вопрос о том, помимо прочего, как у вас отношения с мужем. Вот. Насколько у вас отношения с мужем конструктивные и хорошие. Потому что, когда вы говорите, что, вот, нам с мужем она, там, что-то сказала, да? Там, там, нам с мужем она сказала, что хотите, то и делаете. Это вроде бы, ну, в какой-то степени просто. А вы здесь, эм, в позиции жертвы находитесь. Вот. К сожалению. И мне кажется, мне кажется, что так быть не должно. Мне кажется, что именно муж должен стоять на странице, границ семьи со стороны, эм, ну, со стороны, эм, своих родственников. Вот. Потому что именно с ним у них больше, эм, так сказать, ну, больше контактов. Да, больше, ну, больше возможностей. Вот. А так получается, что вы это делаете. Вот. И, как бы, эм, хорошего в этом, ну, для вас, как мне кажется, нет ничего. Надо. В чем штука. Вот. Такое мое мнение. Поэтому вам бы с мужем, по-хорошему, эм, вместе, вместе, вам бы вместе с мужем, э, обратиться бы к психологу, да, и, э, поработать на эту тему. То есть просто сначала обсудить вот это все. Вот. А то мы же не знаем, да, может быть, вы себя чувствуете одинокой. Вот. В том, что, ну, ну, в том, что, э, в том, что, э, касается, вот, в целом этой ситуации, вот, мы же не знаем. Вот. А это все важная история. И, может быть, вы пытаетесь, ну, как-то, вот, там, словно самоутвердиться, да, потому что нет ощущения, что, что вы защищены. Вот. А если нет ощущения, что вы защищены, то, естественно, вы будете пытаться защититься. Это нормально? Как мне кажется. Нормально пытаться защититься там, где человек не чувствует себя защищенным. Вот. Как-то, как-то так, я думаю. Вот. Ну, и, э, конечно, важный момент еще в том, чтобы, чтобы, по возможности, э, ну, рассматривать, э, варианты жить отдельно, от, э, свекрови. Вот. Ну, потому что, считается, вот, к сожалению, считается, что, э, свекровь и, э, жена мужчины, вот, я сейчас, э, по-дабы, как называется, как называется, вот. Э, э, не могут жить вместе, потому что, ну, это сложнее всего. Сложнее всего, вот, э, ну, э, в данном случае, э, именно этим людям. Э, этим людям. Ужиться. Вместе. Вот. Это не случайно. Вот. Такая, э, э, такая история, э, совершенно не случайно. Вот. Надеюсь, вы, э, это, понимаете, надеюсь, вы это, ну, как-то, вот, будете, э, фиксировать. Вот. Вот. Потому что, ситуация достаточно неоднозначна. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своих ценностей и с точки зрения своего опыта, который у меня есть. Надеюсь, что вам это, э, было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, вы сделаете, э, определённые выводы, вот. И, соответственно, обратитесь к специалисту. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Э, э, желаю всего самого доброго, удачи и гармонии. Обращайтесь лучше всего с мужем. Продолжение следует.